что кто хочет на ручки ко мне решила снять видео с рекомендациями потому что многие спрашивают кто хочет завести котенка теста на ручку хочешь лопаток мой очень удобная штучка вот такая вот картонная когте . стоит недорого продается абсолютно везде от фикс прайса там до зоу салонов все кошки от мала до велика ее любят можно менять по мере износа это не так затратно будет хотя вот это вот она у нас уже довольно долго на полтора или два года в принципе она еще в нормальном состоянии все котики и любят на ней и лежать просто удобно потому что картон теплый и вообще используют ее по прямому назначению так есть еще вот такой формат как те точки вот такой вот тоже она недорогая ее можно крепить на угол куда-то либо на угол мебели если котики дерут мебель у кого-то тоже удобно и них просто на ней любят тоже вот драть коготочки на подоконник иногда и и кладу летом если прохладный день то вот они любят на ней лежать удобная тоже штука и в принципе недорогая домики вещь хорошая но не у каждого есть возможность приобрести либо поставить если все-таки покупается дом то желательно чтобы вот эти столбы они были пошире диаметром чем шире диаметр тем удобнее кошки по нему лазить и тем чаще будет драться на об него когти вот у нас на одном домике широкие прям столбики на втором домике поуже эти конечно не такие удобные они приноровились с возрастом но все равно они визуально не такие удобные я вижу что хотелось бы им пошире дом лучше брать повыше кошки любят спать вот там прямо на самом высоком ярусе у нас этот дом тоже высокий он вот до потолка почти но сейчас я его разобрала чтобы мама кошка туда котят не прятала и чтобы они не упали у меня так по необходимости вот такую игрушку не рекомендую покупать и тратить на нее деньги стоит она сейчас рублей 700 наверное но она по сути бессмысленная котенок когда переезжает новый дом он уже в такую не играет они вот буквально месяц-полтора вот в этом возрасте только и увлечены потом не интересно всякие вот такие мышки можно брать они их любят мячики шарики причем маленькие большие со звенелками вот шарики они любят всякие разные котики так из необходимости еще а вот ножнички обязательно кусачки у меня фирмы трикси и они просто вечные и неубиваемые после них мы брали другие но те быстро очень тупятся эти острые до сих пор этим уже ну около 20 лет почти вот этим именно и они до сих пор классные поэтому марку этот в принципе 3 все рекомендую нас домик вот этот вот трикси он правда ну дорогой существенно но все что этой марки оно классное это не реклама это просто мои скажем так личные наблюдения из игрушечек любят все кошки махалки вот такие вот маленькие большие любые кошечки они любят махалки в любом возрасте им интересно и котятам и взрослым да нюша мы их очень любим поэтому на махалочки можете прям вот тратится если хочется какой-то новинку игрушку купить прям рекомендую вот такие разные махалочки так витаминки мы кушаем вот такие вот все шотландцы склонны вообще вот болезням суставов да особенно вот вислоухи у прямоухих нет такой проблемы не замечено но вот вислоухи у них у всех да идет в генетике некий такой момент который позволяет им быть такими красивыми но тем не менее у них часто суставы могут лапки вот они поджимают либо лапочки либо старшие котики могут прихрамывать часто особенно мальчики нас на ножку на заднюю например или на переднюю вот такой вот я беру им витаминки они считаются для собак они просто крупные достаточно по размеру вот такого диаметра но я эту витаминку делю на четыре или на шесть частей разрезаю ее можно дробить добавлять в корм можно вот у нас луняша она сама кушает она любит эти витаминки они и вкусными кажутся нюша не хочет есть сама нюша мы добавляем просто в корм но эффект очень существенный они не дешевые скажем так то есть где-то 1200 наверно стоит вот такая упаковка из 55 таблеток но хватает очень надолго потому что вот ее разрезаешь до собаки может быть не так экономично а для кошек выходит достаточно выгодно и они действительно имеют эффект этой же марки есть еще дрожжи дрожжи 500 600 рублей примерно стоит тоже классные поэтому вот из витаминок рекомендую вот эти вот не вызывает побочек не вызывает аллергии и имеет действительный эффект так что еще хотела сказать мы котиков своих корме вот таким кормом про план это сухой то есть можно конечно консерв очки использовать консервы мы разные бьем смотрим уже там что что как есть какие повыгоднее раньше гурме голд мы ели только сейчас берем еще другие марки но вот и сухишек перепробовала очень много премиум супер премиум холистики холистики отказываются они есть все вот сколько у меня было четверо не едят они холистики поэтому большей части это деньги на ветер пачками большими обычно продаются поэтому потом сложно их куда-то применить ну все все у меня отдавалось приют очень много денег на самом деле ушло на выбор корма в итоге остановились на этой марке она в принципе им подходит они с удовольствием едят даже маленькие котята сейчас ей очень заинтересованы они едят корм рекомендую сразу брать вот такие вот вот деликейт они любят есть еще с ягненком с ягненком не все любят кошки поэтому индейку рекомендую всем любят оба варианта и стерилизованные и обычные хотя кошки у меня не стерилизованы просто им нравится какое-то вот отличие во вкусе видимо есть еще с лососем с лососем для шерсти очень тоже классные у нас нюша пышно да раскишно очень блестючая я думаю что не в последнюю очередь благодаря этому корму такой вот там длинношерстный котик на упаковке на такой изображен вот любят они его и маленькие котята уже с удовольствием у нас хрустят у нас манюша и пряник они этот корм едят для котят такой же есть точно не берите даже маленькие вот котики месячные они любят больше вот такой корм уже для взрослых что-то видимо во вкусе больше привлекает хотя размер размер гранул более удобный но нет не хотят они для котят есть поэтому не стоит по цене он оптимальный выходит достаточно экономичный и по качеству лучше все-таки того что продается там вот в магазинах в обычных пятерочка еще вот такая вот незаменимая штука есть открыла я ее для себя совершенно недавно такой скребочек то есть скребок который можно очистить домики можно очистить ковры от кошачьей шерсти штука просто бомбическая даже не знала что у меня столько много есть шерсти которую я не успеваю лишь спылесошивать как правильно сказать вот прям для вас демонстрирую моментом собирает вот так вот всю шерсть которую которая слинивается хотя у нас не такие линючие кошки мало линяет в принципе там раз или два в год всего но тем не менее по чуть-чуть видимо сыпется с них и вот эту шерсть легко просто за несколько минут можно очистить с ковра либо там с домика либо со своего пальто даже вот такие вот рекомендации у нас данюшка все проверенное все испробованы уже на сто процентов годные